Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть потрясающе красивую мелодию на пианино. Мое простое обучение по нотам поможет вам легко и быстро сыграть музыку «Белые облака» Людовика Энауди. Сейчас я сыграю все произведение полностью, а затем я разберу его медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok В данном уроке мы выучим главную тему этой красивой мелодии. Второй урок на это произведение вы можете посмотреть на моей странице на Boosty. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этой красивой мелодии. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. В правой руке у нас записаны две ноты одновременно. Первая нота это Фа первой октавы. Она у нас еще не закрашена и палочка у нее смотрит вниз. И над ней прямо написана нота Си. Но в ключе у нас указан Си бемоль, поэтому все ноты Си играются с черной клавишей. То есть первые две ноты играются так одновременно. Фа Си бемоль. Затем у нас написана нота Ля. Но в ключе тоже указан Ля бемоль, поэтому мы играем Ля с черной клавишей. Три раза. Раз, два, три. То есть мелодия у нас состоит из четырех нот. Раз, два, три, четыре. Эти четыре ноты, которые мы выучили, у нас будут повторяться четыре раза подряд. Мы видим, что такая же последовательность идет второй раз. И в следующем такте еще два раза. То есть всего четыре раза подряд мы повторяем эти четыре ноты. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Все пальцы у нас обозначены цифрами над каждой нотой. Берем четвертым пальцем Си бемоль, а первым пальцем нажмем ноту Фа. Вот так. Первый палец у нас держит ноту Фа, пока доигрывает у нас верхний голос третьим пальцем. Третий палец на Ля бемоль. То есть для этого кусочка мы используем всего три пальца. Первый, четвертый и третий. Сейчас разберем ритм для первого кусочка. Его нужно сразу запомнить, потому что он будет встречаться в последующих кусочках. Итак, первая нота у нас Си бемоль записана восьмой. То есть она играется быстро ко второй. Раз, два. Вторая четверть. Мы остановились. Третья четверть. Остановились. Четвертая нота. Это восьмая. Мы ее ускорили. Четыре раз. То есть мы все время считаем до четырех. И ускоряем первую и четвертую. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Также вы можете мыслить по-другому и просто останавливаться на вторую и третью. Это Ля бемоль. Вот так. Раз, два. Остановились. Три. Остановились. Четыре. Раз, два, три, четыре. Также еще хочу обратить внимание, что нота Фа, которую мы взяли первым пальцем, она у нас отмечена половинкой с точкой. То есть она у нас держится, пока мы доигрываем наши четыре ноты. Вот так. Раз, два, три, четыре. Первый палец мы держим. И так же само будет в повторе. Все время Фа у нас держится. Эти четыре ноты, которые мы сейчас сыграли, повторяются четыре раза подряд. Сейчас сыграю, что получилось в первом кусочке. Сейчас учим левую руку для первого кусочка. У нас в левой будут аккорды из трех нот. Первая нота это Фа большой октавы. Находим такую же Фа через октаву. Посередине нота До. Это наш первый аккорд. Все аккорды в левой руке мы будем играть одинаковыми пальцами. Пятый палец внизу. Посередине будет второй. И вверху первый. И нажимаем вместе. Следующий аккорд в левой строится по такому же принципу. Мы находим ноту Ре. А в ключе у нас указано, что все ноты Ре играются с бемолем. То есть Ре-бемоль. Такую же Ре-бемоль через октаву. И нота Ля посередине тоже с бемолем. С черной клавишей. Нажимаем вместе. И теперь выкладываем такие же пальцы, как в первом аккорде. Пятый, второй, первый. Левую выучили. Сейчас мы будем соединять правую и левую в первом кусочке. Первый аккорд в левой берем на наш первый интервал в правой руке. Вместе. Левая держится, играет правая. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Повторяем еще раз четверку. Левая держится. Раз, два, три, четыре. На третий повтор мы берем следующий аккорд в левой, тоже на интервал. Раз, два, три, четыре. И доигрываем последний повтор. Раз, два, три, четыре. То есть у нас вправо идет четыре повтора. И на первый и третий мы берем аккорд в левой руке. Сейчас сыграю, что получилось в первом кусочке. Сейчас учим второй кусочек в правой руке. Мы опять видим две ноты одновременно в правой руке. Нижняя нота это ми. Она у нас играется с бемолем с черной клавишей, потому что в ключе ми бемоль. Верхняя нота у нас ре второй октавы, тоже играется с бемолем. То есть у нас вначале две черные клавиши одновременно. Рядом идет нота до, и мы ее играем три раза. Раз, два, три. Это наша первая четверка. Раз, два, три, четыре. Затем мы начинаем снова повторять эту четверку. Берем опять интервал, две ноты. Играем до, до. А последняя нота у нас ми бемоль внизу. То есть из этих четырех нот мы изменили последнюю. Сейчас еще раз сыграю первую четверку и вторую. Раз, два, три, четыре. Вторая четверка. Раз, два, три, четыре. Сейчас покажу пальцы для второго кусочка. Пятым пальцем мы берем ре бемоль, а нижнюю ноту берем первым. Вот так. Четвертый палец играет до. Повторяем еще раз. А последнюю ноту ми бемоль берем этим же первым пальцем. То есть для этого кусочка мы используем всего три пальца. Первый, четвертый и пятый. И сейчас рассматриваем ритм для второго кусочка. Он полностью повторяется из первого кусочка. Мы будем из четырех нот останавливаться на второй и третий. Раз, два, три. Ускоряем. Четыре. Раз, два, три, четыре. То есть первую четвертую мы, как обычно, играем быстрее, а на второй и третий мы останавливаемся. И также не забываем, что нижнюю ноту ми бемоль мы будем держать. Это у нас половинка с точкой. Мы ее держим, пока играются четыре ноты вверху. Вот так. Раз, два, три, четыре. Первый палец остается на ми бемоль. Сейчас я сыграю, что получилось в правой во втором кусочке. Сейчас учим левую для второго кусочка. У нас будет аккорд из трех нот. Первая нота это ля с бемолем, потому что в ключе записан ля бемоль. Находим такую же ноту через октаву ля бемоль. А посередине мы берем ми бемоль. И нажимаем вместе. Аккорд берем такими же пальцами, как в прошлом кусочке. Пятый, второй, первый. И сейчас соединяем этот аккорд с правой рукой. Аккорд берем на первый интервал в правой руке вместе. И доигрываем правая до конца. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сейчас собираю, что получилось во втором кусочке. Сейчас учим третий кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты до второй октавы. Дальше си бемоль два раза. Ми бемоль внизу. Потом ре бемоль. Спускаемся вниз. До. Си бемоль. И опять ми бемоль. Показываю пальцы для третьего кусочка. Начинаем с четвертого с ноты до. Третьим си бемоль. Первый на ми бемоль. Пятый на ре бемоль. Четвертый на до. Третий на си бемоль. И первый на ми бемоль. Вам здесь нужно запомнить, что три пальца подряд играют в три ноты подряд. Ре бемоль, до и си бемоль. Вот эти три пальца мы оставляем на этих клавишах. А первый лежит на ми бемоль. Тогда вы все легко сможете сыграть. То есть каждый палец отвечает за свою ноту. Ритм в третьем кусочке у нас опять повторяется. Мы считаем до четырех. Ускоряем всегда первую и четвертую. А вторая и третья играются с остановкой. Считаем. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. То есть нам все время нужно стремиться ко второй и третьей и на них делать остановки. Сейчас сыграю, что получилось в правой руке. Теперь учим левую руку для третьего кусочка. У нас опять аккорд из трех нот. Нижняя нота это ми с бемолем. Ми бемоль. Находим ми бемоль через октаву. А посередине у нас си бемоль. Нажимаем вместе. И берем такими же пальцами, как раньше. Пятый, второй, первый. И сейчас соединяем этот аккорд с правой рукой. Мы видим, что аккорд берется на первую ноту до в правой. И держится до самого конца. Сейчас сыграем, что получилось в третьем кусочке. Сейчас хочу обратить внимание на один очень важный момент. В правой руке всегда последняя нота у нас записана восьмой. То есть она играется быстро к следующему кусочку. Всегда последняя нота должна идти сразу к следующему кусочку. Это очень важно. То есть между кусочками мы не делаем пауз или остановок. Сейчас я покажу на примере соединения второго и третьего кусочка. Начинаем играть второй кусочек. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. И вот последняя нота ми бемоль стремится сразу к третьему кусочку. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. И вот эта последняя нота третьего кусочка тоже будет стремиться к четвертому. То есть так мы будем делать постоянно. То есть кусочки мы не делим, паузы между ними мы не делаем. Мы всегда последнюю ноту играем со стремлением к следующему кусочку. Теперь переходим к четвертому кусочку. Рассматриваем правую руку. Мы видим в правой руке, что у нас играется си бемоль и три раза ля бемоль. Раз, два, три. Это такие же ноты, как мы играли в первом кусочке, только мы еще внизу нажимали фа раньше. Сейчас мы фа убираем и у нас остается только верхняя мелодия. Раз, два, три, четыре. И повторяем ее еще раз. Раз, два, три, четыре. То есть эту четверку мы сыграли два раза подряд. При этом играем ее такими же пальцами, четвертым и третьим, и таким же ритмом, как в первом кусочке. Считаем до четырех, останавливаемся на второй и третий. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правую выучили. Сейчас будем учить левую руку для четвертого кусочка. Сразу скажу, что все аккорды, которые мы уже выучили в левой руке, сейчас будут полностью повторяться до конца произведения. Просто мы их будем чуть-чуть усложнять. Но кроме этих четырех аккордов, вот этой основы, которую мы уже выучили, мы ничего использовать не будем. Напоминаю, что в левой у нас уже было выучено четыре аккорда. Это аккорд от ноты фа, от ре бемоль, от ля бемоль и от ми бемоль. То есть всего лишь четыре аккорда, на которых строится все произведение. То есть кроме этих аккордов, в левой мы ничего играть не будем. Итак, в четвертом кусочке в левой руке у нас будет использоваться наш самый первый аккорд от ноты фа. Фа, до, фа. Нашли эти три ноты и сейчас будем играть только на этих трех нотах. Играем вначале такими же пальцами фа, до, фа, а потом следующее до, снова фа, до. То есть мы использовали только эти три ноты. Играли такими же пальцами, как мы нажимали изначально аккорд, пятый, второй, первый. То есть мы используем такую же позицию. В итоге должно получиться шесть нот. Конструкция из шести нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И эту же конструкцию мы повторяем еще один раз. По такому же принципу мы будем раскладывать все аккорды в левой руке, которые мы уже учили. Сейчас будем соединять правую и левую в четвертом кусочке. Мы сразу выучим принцип соединения, который будет использоваться в последующих кусочках. В левой выкладываем нашу позицию пятый, второй, первый, чтобы уже не отвлекаться на левую руку. И мы видим, что первые две ноты в правой и в левой играются вместе. Это си бемоль и фа, ля бемоль и до, отдельно играем фа, снова вместе ля бемоль и до, опять отдельно фа и вместе ля бемоль и до. То есть отдельно в левой руке всегда играется верхняя нота первым пальцем. Сразу запоминаем этот принцип. В последующих кусочках тоже всегда верхняя нота будет играться отдельно. Также при соединении рук вы можете считать до шести по левой руке и играть отдельно третью и пятую. Это тоже будет верхняя нота. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остальные ноты играются вместе. И сейчас я сыграю, что получилось в четвертом кусочке. Вы помните, что эту всю последовательность мы повторяем два раза подряд. Первый раз. Второй раз. Четвертый кусочек выучили. Сейчас учим пятый кусочек в правой руке. Начинаем с ноты соль. Рядом у нас фа, которая играется три раза. Раз, два, три. И эта же мелодия повторяется еще раз. Мы играем снова соль и три раза фа. Для этого кусочка мы используем всего два пальца. Третий и второй. Третий у нас на соль, а второй на фа. И повторяем еще раз. Ритм в пятом кусочке у нас опять повторяется. То есть мы считаем до четырех. Первая, четвертая быстро. На вторую и третью мы обязательно останавливаемся. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правую выучили. Теперь разбираем левую для пятого кусочка. У нас будет использоваться наш второй аккорд. Вы его уже знаете. Мы играли этот аккорд в первом кусочке. Ре де моль, ре де моль, ля де моль. И только из этих трех нот будет состоять наша конструкция в левой. Выкладываем позицию пальцев и играем по очереди. Ре де моль, ля де моль, ре де моль. И снова ля де моль, ре де моль, ля де моль. Получилось, как обычно, шесть нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повторяем эту конструкцию еще раз. Все, левую для пятого кусочка выучили. Сейчас соединяем правую и левую в пятом кусочке. Принцип соединения вы уже знаете. Выкладываем позицию пальца в левой. И всегда отдельно будем играть верхнюю ноту. Так же самое, как мы делали в прошлом кусочке. Первые две ноты играем вместе. Соль и ре де моль. Фа и ля де моль. Верхняя нота отдельно. Снова вместе. Фа и ля де моль. Отдельно. И вместе. Также вы можете считать до шести. И играть отдельно третью и пятую. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть всегда верхняя нота первого пальца играется отдельно. Сейчас я сыграю, что получилось в пятом кусочке. Напоминаю, что эта мелодия, которая у нас только что игралась, она повторяется два раза подряд. Первый раз. Второй раз. Также я хочу еще раз напомнить, что между кусочками мы не делаем остановки или паузы. То есть каждый кусочек переходит в следующий, благодаря последней ноте в правой руке. Сейчас для примера сыграю четвертый и пятый кусочек. И сразу пятый. Сейчас учим шестой кусочек в правой руке. Начинаем с ноты ми бемоль. Потом до три раза. Ра, два, три. Ре бемоль. Опять до два раза. И снова ми бемоль. То есть в этом кусочке используются всего три ноты. Ми бемоль, до и ре бемоль. Очень легко запомнить. Показываю пальцы для шестого кусочка. Начинаем с первого с ми бемоль. Четвертым до. Пятым ре бемоль. Опять четвертым до. И первым ми бемоль. То есть у нас каждый палец отвечает за нужную ноту. Первый за ми бемоль, четвертый за до и пятый за ре бемоль. Ритм у нас снова будет повторяться с предыдущих кусочков. Мы считаем до четырех. Останавливаемся на второй и третий. А первую и четвертую играем быстрее. Вот так. Ра, два, три. Четыре. Ра, два, три. Четыре. Вот что получилось в правой руке. В левой руке мы опять используем аккорд, который вы уже знаете. Это аккорд из второго кусочка. Ля бемоль, ми бемоль, ля бемоль. И на его основе мы будем играть конструкцию. Выложили правильную позицию пальцев. Такие же пальцы, как в аккорде. Пятый, второй, первый. И играем по очереди. Ля бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Снова ми бемоль. И опять ля бемоль, ми бемоль. Всего получилось шесть нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И повторяем эту конструкцию еще раз. Сейчас будем соединять правую и левую в шестом кусочек. Принцип соединения вы знаете. Выложили три пальца на нужную позицию. И верхний первый палец всегда будет играться отдельно. Это вы уже знаете. Начинаем соединять. Берем ми бемоль и ля бемоль. До и ми бемоль. Отдельно всегда верхняя нота. Опять до и ми бемоль. Отдельно. И снова до и ми бемоль. Сейчас я чуть быстрее сыграю вот эту конструкцию, которую мы соединили. Теперь соединяем следующую конструкцию по такому же принципу. Первые две ноты вместе. Ре бемоль и ля бемоль. До и ми бемоль снова вместе. Отдельно верхняя нота. До и ми бемоль вместе. Отдельно верхняя нота. И вместе ми бемоль и ми бемоль. Вот как звучит эта вторая конструкция. Сейчас я сыграю, что получилось в шестом кусочке. Теперь учим седьмой кусочек. В правой руке у нас все полностью будет повторяться из третьего кусочка. Напоминаю, это до, си бемоль, си бемоль, ми бемоль, ре бемоль, до, си бемоль. То есть все эти ноты в правой руке вы уже знаете. Повторяются такие же пальцы и такой же ритм. В левой руке у нас тоже будет аккорд из третьего кусочка. Напоминаю, это ми бемоль, ми бемоль, си бемоль. И на его основе мы будем играть конструкцию из шести нот, как обычно. Выкладываем позицию пальцев пятой, второй, первой. И играем по очереди. Ми бемоль, си бемоль, ми бемоль. Еще раз. Си бемоль, ми бемоль, си бемоль. Получилось шесть нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И повторяем эту конструкцию еще раз. Левую выучили. Сейчас соединяем правую и левую в седьмом кусочек. Мы помним принцип соединения. Нам нужно выложить три пальца на позицию. И верхний мы всегда будем играть отдельно. То есть первый палец ми бемоль играется отдельно. Остальные ноты мы играем вместе с правой. Начинаем соединять до и ми бемоль. Си бемоль, си бемоль. Отдельно верхняя нота. Опять си бемоль. Отдельно верхняя нота. И вместе ми бемоль и си бемоль. Сейчас сыграю всю эту конструкцию чуть-чуть быстрее. По такому же принципу мы соединяем следующую конструкцию в левой. Берем первые две ноты вместе. Ре бемоль и ми бемоль. До и си бемоль. Отдельно верхняя нота. Вместе си бемоль. Отдельно верхняя нота. И вместе ми бемоль и си бемоль. Также можно считать до шести и играть отдельно третью и пятую. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас сыграю, что получилось в седьмом кусочке. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok